Сегодня мы поговорим о том, как транслировать в Facebook, как транслировать в VK, в Instagram, ну и конечно же в YouTube, куда без него. Причем на YouTube будет строиться основа, на нем я покажу ключевые вещи, мы с них стартуем. Итак, вот наш план, буквально можете заскринить. То есть сначала, да, еще один момент, дорогие друзья, если вы любите пользоваться Zoom, но хотите делать также рестримы во все социальные сети, я вам тоже сегодня покажу, как это делается. Благо это делается не так сложно, и вы сейчас все увидите своими глазами, буквально скринкаст, как это делается. Итак, на прошлом воркшопе я вам показывал детально, как подключаются микрофоны, камеры, как, например, использовать свой iPhone, либо другой телефон вместо камеры. И это, кстати, очень-очень качественное решение, очень рекомендую вам им воспользоваться. Вот, ну, собственно, это отсылка к предыдущему эфиру. Давайте сегодня поговорим про сервис ReStream. Он очень здорово подрос, и подрос он за счет того, что они начали использовать потрясающую виртуальную студию прямо в самом ReStream. То есть здесь о чем речь? Вы можете там, как в Zoom, показывать, шерить свой скрин, показывать свой экран, да, вы можете добавлять гостей, причем до шести гостей одновременно. Вы можете показывать видеофайлы, но это уже в платной версии. То есть вы можете открыть просто ReStream на своем компьютере, сделать там красивую заставку с логотипом, добавить туда, допустим, зрителя дополнительного в качестве гостя, в качестве соведущего. Вот, и все это будет в режиме реального времени. Показать, расшарить экран, и вам не нужно никакой ни Zoom, ни OBS, ничего. Это потрясающе удобно. Просто вот невероятно. И я вам покажу, как это делается. Вот, это буквально недавно у них добавился функционал, и мне прямо он очень нравится. Вот, ну, собственно, первое, что нам нужно сделать, это зарегистрироваться в сервисе ReStream. Заходим на ReStream.io, он нам сразу показывает окошко регистрации, и делаем, как сейчас вы видите на экране. Вписываете свой e-mail, вписываете свой пароль, который должен состоять, ну, как обычно, да, из символов, подчеркиваний. Цифр, и так далее. Вот, ну, и, собственно, подписывайтесь, регистрируйтесь. Что происходит дальше? Дальше на примере YouTube я вам покажу. Мы возьмем это сейчас как основной источник. И, собственно, нам нужно авторизоваться в YouTube. Здесь все очень просто. Когда вы зарегистрировались в ReStream, вам представляется вот такая картина. То есть здесь вы видите несколько источников, которые вы можете, собственно, использовать. В бесплатной версии это Facebook, это VK, это YouTube. В платной версии это еще какой-нибудь Customer TMP, то есть это какой-нибудь сервер, на который вы куда-нибудь еще можете вещать, но об этом немножко позже. Давайте настроим YouTube, чтобы вам было все понятно. И если я буду слишком идти быстро, вы мне тоже в чате, пожалуйста, реагируйте. Я здесь все вижу. Итак, для того, чтобы авторизоваться, мы заходим в YouTube. И здесь вы видите, есть красная и белая кнопка. Красная – это если мы авторизуемся в YouTube и наши трансляции создаются в режиме автоматическом. То есть у нас не будет ссылки к заранее подготовленной. Ну а белый, опять же, Setup Manual – это если мы авторизуемся в режиме заранее подготовленной трансляции. Сначала сделаем автоматически. То есть мы заходим, выбираем создать новый event, создать новое событие. Дальше пишем название – title. Категорию в целом можно выбрать любую. Это ни на что не влияет. На охваты это не влияет. Сервера вы можете тоже так же не выбирать. Соответственно, вам нужно просто написать название и нажать Save. Все. Как вы видите, у вас уже готов источник. И, соответственно, там есть ползунок. Он включен синим цветом. То есть если он включен, то мы будем на него вещать. Соответственно, вы можете авторизоваться в разных своих социальных сетях и вещать на них, периодически их включая, либо выключая, в зависимости от того, какие источники вам нужны. Также вы можете поправить здесь название и описание. В описании рекомендую ставить свою реферальную ссылку, чтобы люди, которые смотрели, они могли подключиться к этой истории и стать вашим партнером. Это очень удобно. Для этого реферальные ссылки, собственно, и созданы. Дальше мы пройдем чуть-чуть позже, как создавать события заранее подготовленные, чтобы у вас была ссылка, которую вы распространили везде, чтобы у вас была эта ссылка с картинкой и так далее. Это немножко дальше. Ну, собственно, если мы заранее создаем эфир, то что мы делаем? Мы нажимаем кнопочку белую. И здесь мы выбираем также сервер. Мы сюда вставляем URL. Мы сюда вставляем ключ вещания и ссылку на нашу YouTube-трансляцию. Ну, а, собственно, где их взять, спросите вы. Здесь начинаются такие небольшие технические сложности, но на самом деле совершенно нет ничего страшного. Давайте заранее создадим эфир, и я покажу, как это делается. Все очень просто. Мы заходим на наш любимый YouTube. И вот там вверху, вы видите, есть справа от строки поиска, там есть несколько иконок. И одна из них – это видеокамера с плюсиком. Вот нам нужно нажать на нее. Вот. И, собственно, давайте посмотрим, как это выглядит. Мы нажимаем «Начать трансляцию». Сразу говорю, сразу она не начнется, все хорошо, все под контролем. Мы переходим в интерфейс, где нажимаем синюю кнопку «Запланировать трансляцию». Задаем новые настройки. И, собственно, здесь вписываем название трансляции. Что важно, выбираем, это будет открытый доступ или закрытый. То есть так вы можете дифференцировать. Либо вы можете сделать закрытый эфир для своих подписчиков. Это может быть платный эфир, например. Тогда доступ по ссылке выбираете. Дальше вы вписываете, ну, собственно, описание с реферальными ссылками, которые вам нужны. Выбираете дату, выбираете время, когда эфир стартует. И следующее, что вам нужно сделать, это загрузить свою картинку. Давайте еще раз посмотрим. То есть вот мы зашли в интерфейс. Повторяем, да. Нажимаем «Запланировать трансляцию». Задаем новые настройки. Сюда все вписываем. И нажимаем «Загрузить свой значок». Для того, чтобы, ну, когда мы все уже введем, лучше загрузить свой значок заранее подготовленный, в котором будет написано название, о чем будет идти эфир, о чем будет идти речь на эфире, в котором будет написана дата-время старта, ну, и какие-то визуальные образы, которые бы показывали зрителю, о чем речь. Потому что, когда вы отправляете в мессенджерах эту ссылку, эта картинка будет всплывать. Соответственно, вам нужно позаботиться о том, чтобы всплывала правильная картинка. Ну, собственно, давайте идти дальше. И нам нужно скопировать коды вещания. Вот то самое страшное, что здесь есть, что обычно боятся девушки, да, это коды вещания, которые вы можете передать своей технической службе, например, ну, если вы делаете автовубинары, что-то еще, да, для того, чтобы вставить их в Бизон, либо вставить их в ОБС, либо вставить их в Zoom. То есть это те самые коды вещания, те самые коды управления, куда мы отправляем видеопоток. Вот. Ну, собственно, давайте посмотрим, как это делается. Для того, чтобы нам отправить на рестрим наше видео, нам нужны RTMP коды вещания. Собственно, все очень просто. Вот вверху у нас находится ссылка, а внизу находится код. Вы их копируете, и все. Все очень просто. То есть вот здесь, с правой стороны, RTMP Settings, кнопочка, нажимаем на нее и получаем данные нашего рестрим-сервиса. То есть сюда, еще раз повторяю, мы будем отправлять либо с Zoom, либо с ОБС, либо с других источников. Мы будем отправлять картинку, которая будет расходиться уже дальше во все ваши социальные сети. То есть это те самые коды вещания, которые позволяют сделать широкие охваты. Дорогие зрители, если что-то сложно, вы, пожалуйста, напишите мне от 1 до 5. Если 5, то все хорошо, если 1, то прям сложно. Я постараюсь более простым языком объяснять. Ну и, собственно, давайте идти дальше. Вот так выглядят коды вещания, адрес, куда отправляется вещание, и код вещания. Теперь давайте посмотрим, куда же их нам вставлять в наших программах. Но, собственно, о каких программах пойдет речь. Конечно же, это лучше упомянутые ОБС и Zoom. И то, и другое запускается на компьютере, и не нужно здесь ничего бояться. Здесь все очень просто. Мы сейчас с вами пройдем. Давайте сначала пройдем по Zoom, так как это самое часто используемое приложение. И, кстати, обращаю ваше внимание, вам понадобится платный аккаунт. Вам нужно будет сделать всего лишь две вещи для того, чтобы вещать на рестрим из Zoom. Вставить, собственно, ключ вещания и ссылку в вашу программу. Собственно, как это делается? Открываем Zoom, создаем новое событие. Ну и здесь, я думаю, вы видите привычный торфей из Zoom. И вот внизу, где три точечки, где написано подробнее. Давайте посмотрим. Вот здесь транслировать. Да, да, вот именно таким вот образом это выглядит, дорогие друзья. То есть вы нажимаете транслировать на потоковую службу вещания. Сюда вставляете URL, который у вас есть. Сюда вставляете ключ вещания. И в самый низ вы вставляете ссылку на, собственно, YouTube страницу, где будет проходить вещание. Все очень просто. Предельно просто. То есть заходим в Zoom. Но единственное, что вам понадобится, платный аккаунт. И вводим наш URL трансляции, который у нас есть, наш код вещания и ссылочку на YouTube, где это будет транслироваться. Все предельно просто. И тогда, когда вы будете вести вашу конференцию в Zoom, когда вы нажмете внизу синюю кнопку Go Live, пойдет поток на ваш YouTube. А с YouTube он может уже пойти, например, на Instagram, как в данный момент сейчас я делаю. Либо вы ссылку на этот YouTube можете распространить по чатам, по Telegram, по WhatsApp и так далее. Как вам будет удобно. Вот. Ну, собственно, давайте пойдем дальше. Как это делается в ОБС. ОБС это непрофессиональная, но условно-профессиональная программа для вещания. Дело в том, что в ней есть определенные настройки. И многие в них путаются, но на YouTube огромное количество видеороликов, которые позволят вам настроить. Так. Счастливчик. Очень рад тебя видеть. Привет, дружище. Привет. В Инсте не могу писать сообщения. Да, я в Инсте отключил сообщения, потому что я их не вижу, а я их вижу в YouTube. Вот. Поэтому давайте, ну давайте-ка я их включу, чтобы они у меня остались. Оп. Итак. Включил. Давайте посмотрим, как же настраивается вся эта история в ОБС. Как бы страшен он ни был. Все предельно просто. У нас есть кнопка настройки внизу. Сейчас мы посмотрим скейнкаст, и вы все поймете. Также все предельно просто. У нас есть в буфере обмена ключ вещания, и также вы скопируете URL. Вот. Собственно, заходим в настройки, выбираем с левой стороны вещание, выбираем сервер настраиваемый, и, собственно, туда вставляем ключ вещания и вашу ссылку. Все. Согласитесь, совершенно несложно. Дальше для того, чтобы начать вещание, вы нажимаете, ну, собственно, шикарная трансляция, как раз очень актуальная для меня. Пишет счастливчик. Я очень рад. Дима, это прям бальзам на душу. Любые ваши комментарии, на самом деле, с обратной связью, для меня очень приятны, потому что я вещаю в маленький глазок, в маленькой видеокамере, за стеклом у меня море, вот, и я вас всех не вижу, к сожалению. Это похоже, как на сцене, знаете, когда вы выступаете, софита в лицо, и вы не видите публики, но знаете, что она там есть. И вот только по аплодисментам этой публики вы понимаете, что, да, все хорошо. Вот, соответственно, ваши комментарии, они являются своего рода такими аплодисментами и такой обратной связи, чтобы я понимал, что там кто-то есть. Вот, а, собственно, я вижу, что там кто-то есть. Итак, мы, давайте еще раз покрупнее, да, я вижу, просят в комментариях покрупнее. Мы заходим в настройки OBS, заходим во вкладку вещания, выбираем сервис настраиваемый, потому что это Custom RTMP, и вставляем, собственно, наш URL и ключ вещания, который нам дал ReStream. И все. И все готово. И когда мы нажмем вещать в OBS, запустить вещание, то у нас появится картинка в ReStream, и, собственно, она автоматически пойдет на все включенные источники. Вот такая несложная история. Ну что, дорогие друзья, а теперь гвоздь программы, это Live Studio, которая является частью интерфейса, собственно, нашего ReStream.io. Это новый релиз, который буквально в ноябре, в декабре 2020 года у них появился. Это позволяет полностью забыть про OBS, про Zoom, про все остальное. Вы можете просто зайти на сайт и на сайте расшарить свой экран, добавить гостей и так далее. Ну, в общем, реально это чудо. Работает это прям очень круто. Так, Дима пишет, просто у меня канал на YouTube открыл неделю назад. Это очень актуально. Супер, супер, отлично. Я очень рад. Дорогие друзья, я буду рад вашим комментариям. Пишите, пожалуйста, в чат от 1 до 5, насколько сложно. Может быть, я слишком быстро говорю, либо слишком сложно. Если все хорошо, поставьте пятерочки. Если все плохо, поставьте единички, пожалуйста. Вот, я скорректирую под вас. Итак, да, без АБС так можно. Я сейчас покажу, как. И все очень просто. Мы заходим в наш истрим.io и, собственно, смотрите, как выглядит Live Studio. Вот так вот она, она замечательная выглядит, красавица наша. С левой стороны, сейчас у нас подсказки уйдут, с левой стороны мы видим, собственно, что у нас пойдет в эфир. То есть заранее заготовка, а с правой стороны наши источники. То есть здесь может быть веб-камера, здесь могут быть расшайные наши документы. то есть, допустим, окно презентации либо что-то подобное. Я сейчас покажу прямо на своей презентации, как это выглядит. Вот, совсем с правой стороны у нас есть окно чата. Соответственно, если вам кто-то будет писать, опять же, плюс рестрима в том, что он собирает все комментарии со всех соцсетей, которые вы используете. То есть с YouTube, с Facebook, с ВКонтакте. То есть все комментарии вы видите в этом одном окне. То есть вам не нужно открывать кучу плееров. Это прям, ну, нереально удобно. Так, крайне полезно пишет «Кипарис на море». Теперь презентации по вторникам можно рестримить. Да, да, в том-то и дело это очень удобно. И самое главное, что есть бесплатная версия сервиса, которая позволяет бесплатно транслировать на Facebook, YouTube и ВКонтакте. Вот, ну, а соответственно, если вам нужно больше источников, ну, тогда вы доплачиваете. То есть базовый функционал бесплатен. Для того, чтобы это попробовать, это прям, ну, идеальная история. Ну, что, давайте тогда продолжим. И я вам расскажу, что самое интересное, самое вкусное, как пользоваться Live Studio. Я напомню, Live Studio это такая замечательная история, которая внедрена в сервис Restream.io. Внедрена она буквально ноябрь-декабрь 2020 года и она позволяет заменить вам полностью Zoom, заменить вам OBS, потому что она позволяет добавлять гостей, показывать, ширить свой скрин, свой экран, показывать приложение, документы, видео. в общем, это прям реально видеостудия в вашем браузере. Это прям очень круто. Давайте посмотрим еще раз, как это работает. Выглядит это следующим образом. Вот, как вы видите, здесь на экране, как вы видите на слайде, с левой стороны у нас находится превью, и здесь мы можем отправить, допустим, себя на весь экран, либо можем гостя отправить на весь экран, либо у нас есть внизу, как видите, несколько шаблонов. Это экран, поделенный пополам, большой, так, чтобы окно полностью помещалось, большие окна, чтобы это было все на полный экран, тогда будет срезаться презентация. Это три окошка, это одно большое окошко и маленькое окно, то есть это нужно для того, чтобы вы транслировали свою презентацию и показывали маленького себя и масса других. Ну, собственно, давайте посмотрим дальше, как это работает, как это настраивается. Вот, как добавить гостя? Все очень просто. Внизу есть кнопочка в виде человечка с плюсиком. Вы нажимаете на нее, да, вы видите небольшие технические нюансы, они всегда бывают, когда работаешь один без команды, когда работаешь с командой, гораздо удобнее, но есть всегда нюансы, есть всегда нюансы. Давайте смотреть дальше. Что нам нужно для того, чтобы добавить гостя? Мы нажимаем на изображение человечка с плюсиком и нам он выдает ссылку. Выглядит это вот таким образом, все предельно просто. Обратите внимание, вот нам ссылка. Эту ссылку мы отправляем человеку, который он может открыть на своем айпаде, айфоне, на своем майке, на своем виндовс ноутбуке, на чем угодно, на андроид-телефоне. Просто он открывает ее в браузере, дает разрешение доступ к микрофону и таким образом вы пригласили со ведущих в эфир. То есть он пишет, как его зовут и собственно все. Предельно простая настройка. То есть это проще, чем авторизация в Zoom. Не нужно устанавливать приложений, не нужно в принципе делать ничего. Вы отправляете человеку ссылку и все готово. Очень удобно, просто невероятно. Это все сервис Restream.io и их Live Studio. Собственно, как мы добавляем гостя здесь, как здесь это выглядит. Опять же, очень просто. Когда вы отправили ему ссылку, он появился у вас внизу. Вот такой черно-белый. Вот как вы видите сейчас меня на экране. То есть мы добавили гостя и мы его можем уже в разных режимах добавлять. Можно вот в таком, Split View, то есть слева, справа, но тогда немножко будет обрезаться. Можно вот в таком формате, когда у нас три окна и здесь мы можем, например, добавить презентацию либо добавить третьего гостя и так далее. Кстати, вы знали, что в Instagram добавляется история с до четырех гостей в режиме онлайн можно будет вести прямые эфиры. Вот. Это продолжение истории с Clubhouse и скорее всего они его заткнут за пояс, но сегодня не будем о нем. Вот сейчас вы видите на слайде как добавляется презентация. Вот мы ее добавили и мы можем просто перетащив на это большое окошко мы выбираем что у нас будет ну собственно большим а что будет второстепенным. То есть мы выбрали внизу шаблон и просто перетаскиваем драгом-дропом мы все это настраиваем. Так, как выставить битрейт, если это не OBS? Здесь не выставляется битрейт, он идет максимально в зависимости от вашего интернет-соединения. Здесь все сделано максимально просто, чтобы не обременять никакими техническими сложностями. Вот, поэтому еще раз смотрим. Мы добавили гостя, а дальше внизу выбрали шаблоны как его собственно отобразить. Вот, и чтобы вам разобраться было проще, вот здесь есть на каждом источнике, который с правой стороны, там есть две кнопочки. Одна это на весь экран, то есть нажимая ее в этот источник сразу на весь экран расширять. А вторая кнопочка это включить либо выключить, задействовать или не задействовать этот источник. И все. Поэтому вы включаете те источники, которые вам нужны и выбираете шаблон слева. Тогда будет по шаблону все. Если вам нужно весь источник, на весь рабочий стол, вы нажимаете кнопочку расширения и на весь рабочий стол, на весь экран у вас появляется вот такая картинка. Кстати, бэкграунд тоже можно заменить. Это я покажу немножко дальше. Что касается микрофона, Дмитрий спрашивает, здесь тоже все просто. Мы используем, он использует микрофон ноутбука, то есть вы подключаете к ноутбуку микрофон и все, у вас шикарный звук. Опять же, вы это можете делать не с ноутбука, вы это можете делать с iPad, вы можете это делать с других устройств, с чего угодно. Вот, соответственно, ваш встроенный звук и будет работать. Это прям здорово. Шумодав, компрессор и так далее. Никто не будет с этим разбираться. На самом деле, серьезно. Это все не сложно в настройке, но на самом деле никто не будет с этим разбираться, потому что, ну, это никому не нужно. Вот. Но тем, кто заморачивается, это нужно. Это да. Если вам важно, я могу сделать воркшоп по поводу того, как поработать со своим звуком, как сделать свой звук радийным, шикарным, классным, еще и в режиме реального времени. Так, Дмитрий пишет, что у меня конденсаторный микрофон с фантомным питанием. Круто. Значит, скорее всего, есть еще пульт. Вот, скорее всего, ну, это прям серьезно. На самом деле, с таким микрофоном можно очень хорошо раскрыть потенциал голоса. Особенно, если немножко докрутить настройки, например, в аудишн. С помощью аудишн это можно делать просто потрясающе круто. Недавно я проводил консалтинг для Павла Багрянцева. Это один из топовых спикеров на ютюбе в мужской нише. И мы как раз настроили аудишн таким образом, чтобы звук, голос выглядел, звучал радийно, вкусно, сочно, плотно. Это очень важная история. Ну что, давайте смотреть дальше. Как ретранслировать ВКонтакте? Здесь все очень просто. Я надеюсь, что вам с онлайн-студио все понятно. И если непонятно, напишите, пожалуйста, свои вопросы. Я ваши вопросы вижу и, соответственно, на них реагирую и стараюсь отвечать, чтобы этот эфир был вам максимально полезен. Как ретранслировать ВКонтакте? Предельно просто. Вы нажимаете кнопочку «Добавить канал» слева вверху. на плюсик. И просто авторизуетесь ВКонтакте. Все. Вы выбираете свою социальную сеть. Вот она, vk.com. Нажимаете «Подключить». Авторизуетесь. И все. И на вашей персональной странице будет размещен эфир. Опять же, если вы являетесь админом, например, в каких-то группах, в каких-то социальных сетях, важно, что вам нужно быть именно администратором. то кроме персональной страницы вы можете выбрать опять же свои группы, в которых вы являетесь администратором. И есть такой лайфхак, который позволяет делать огромные охваты ВКонтакте. Когда вы покупаете доступ к правам, доступ к группе с правами администратора, и тогда у вас получается, вы можете транслировать с оповещением всех подписчиков этой группы с огромными охватами. как минимум, раньше это было так, но сейчас многие боятся давать такой доступ админский, поэтому сейчас это не совсем так работает. Ну и, собственно, обещанный Facebook, как ретанслировать на Facebook, все то же самое. Все то же самое. Нажимаете, авторизовываетесь, и все у нас получается. Ну что, дорогие друзья, напишите, если у вас есть какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу. А если же вопросов нет, то мы перейдем ко второй части, это презентации партнерской программы компании Solar Group, в которой вы узнаете, как же подключиться, как можно зарабатывать на пассиве, как можно зарабатывать хорошие деньги, развивая компанию, которая вкладывает в реальное производство, реальный завод, который будет производить реальные вещи в этом мире, которые будет этот мир, собственно, менять. Вот, мотор-колеса Дуинова, мы разрабатываем документацию на создание новых моторов, которые эффективнее. В общем, это просто потрясающая вещь, это не криптовалюта, это позволяет честно, по-настоящему зарабатывать деньги, вкладывая в наше российское производство. По-моему, это достойно уважения. Итак, жду ваши вопросы. Как ретранслировать в инсту? Хороший вопрос. Хороший вопрос. И давайте я покажу, как ретранслировать в инсту. В инсту лучше всего ретранслировать в связке с ютубом. То есть, есть такой сервис, который называется Инстафит. И именно с помощью этого сервиса я транслирую и ретранслирую сегодня в свой Инстаграм. Чем мне нравится сервис? Он очень простой, очень лаконичный, простой в настройках. Да, он платный, то есть, там первые 5 стримов дается бесплатно. Дальше каждый стрим по одному доллару. То есть, ну, грубо говоря, 8 рублей, 80 рублей за ретрансляцию. Но, честно говоря, оно того стоит. Вот, учитывая удобство, качество и уровень сервиса. Я лично знаю разработчика, очень хороший, талантливый парень. Он за свой сервис топит прям, прям молочина. Вот. И, собственно, как настраивается эта связка? Все очень просто. Вам необходимо сначала авторизоваться в этом сервисе в Инстаграм. То есть, вы заходите на instafit.me вводите туда свой логин, свой пароль от Инстаграма. Это безопасно, не переживайте. Оно нигде не хранится совершенно. Я специально узнавал разработчика и могу даже показать скрин, но не сейчас в этой презентации. Вот. Собственно, вы вводите свои данные от логин, пароль от Инстаграма и видите вот такой интерфейс. Здесь сверху есть три кнопки. Кнопка, которая первая, Advanced. Она позволяет транслировать туда из ОБС, то есть, любую вашу картинку, но, опять же, ее нужно настроить, чтобы туда транслировать. Гораздо проще ретранслировать с YouTube. То есть, вторая кнопочка, вы нажимаете на YouTube, сейчас еще раз, вверху, видите, есть Advanced, есть YouTube и есть Webcam. Собственно, нам нужен YouTube. Выбираем вот эту кнопочку, вставляем туда ссылку на наш YouTube, пишем название и нажимаем запустить трансляцию. Все предельно просто, предельно просто. Вот еще раз покрупнее. То есть, во второй вкладочке, не, не сопрутанство, проверено, проверено абсолютно многократно большим количеством аккаунтов и не забанят. Ну, как бы, опасность бана остается всегда, вот, но на самом деле много аккаунтов пройдено, много использовано, все хорошо, не забанят. Вот, собственно, покрупнее, да, вот у нас есть кнопочка средняя, YouTube, мы вписываем название трансляции, как у нас это будет отображаться наверху в Инстаграме и мы вставляем ссылку и, собственно, когда мы видим картинку с правой стороны, мы нажимаем начать трансляцию, create new broadcast и, собственно, трансляция стартует у нас в перевернутом виде. То есть, опять же, это тоже удобно, когда у нас не обрезается трансляция, да, слева, справа, когда она у нас не увеличивается на весь экран, или наоборот, не сужается так, чтобы быть в формате экрана, а переворачивается. В итоге мы полноценно видим презентацию, как у меня, мы полноценно видим всю картинку, мы можем прочитать текст, который задумал, который задумал спикер. И в целом это гораздо более удобно. То есть, просто зайти и авторизоваться, вставить ссылку на YouTube, все, все готово. Вот такая вот история. И на самом деле на этом наш сегодняшний воркшоп завершен. Сейчас я перейду к презентации партнерской программы, но хочу вам еще напомнить, что у нас были предыдущие воркшопы, как монтировать видео в видеоредакторе ВН. Это бесплатный видеоредактор, который доступен и на iOS, и на iPhone, и на Android. Шикарная вещь, которая заменяет весь функционал профессиональных дорогих видеоредакторов, которые вы можете покупать платно. Таких приложений, как VideoLib и так далее. Соответственно, да, благодарю, благодарю. Я гений, я только учусь. Вот с презентацией, да, тоже научу делать. Тоже научу делать. Будет у нас воркшоп запланирован. Вот. Но сейчас хочу анонсировать, вернее, вспомнить тех воркшопах, которые прошли, чтобы вы их посмотрели в записи, если это вам будет полезно. Видеомонтаж на телефоне, безусловно, очень полезная вещь. Он позволяет делать абсолютно все, даже вырезать зеленку. Вот. В том числе, дальше, запись воркшоп, она выглядит вот таким вот образом. То есть, вы видите мой телефон, то есть, вот с мой телефон, вы видите, что на нем происходит, то есть, на какие кнопки я нажимаю, я все это комментирую. Вот. Все это доступно на YouTube, на нашем канале, на канале Solar Group для партнеров компании. Вот. И, собственно, для всех, кто попал на эту страницу. Вот таким вот образом, как видите на видео, идет подготовка к вебинару на зеленке и идет его монтаж. Вот. Я полностью на примере показал, как монтировать видео. Вот. И также вам будет крайне полезна, я уверен, запись воркшопа, как делать таплинк. То есть, профессионально. Вот это с левой стороны, это мой таплинк, моя страница. Если вы хотите сделать такую же, вы можете посмотреть воркшоп и разобраться, как. Как это делается. Зачем я все это рассказываю? Для того, чтобы вы приходили на следующие воркшопы, чтобы вы приходили на следующие вебинары и получали пользу, вкладывали в свое обучение, потому что это неимоверно важно. Самый ваш главный актив это вы, это ваш мозг, это ваши знания. Поэтому вкладывайте в себя и тогда вы сможете гораздо больше. Больше заработать, больше быть здоровым, быть более счастливым и найти себе более лучшие условия для жизни. Ну, а собственно, сейчас предлагаю перейти, если у вас вопросов нет, к презентации партнерской программы. Сейчас я кое-что переключу и мы начнем. Так, да, вижу еще пара вопросов есть. Значит, чем захватываешь экран? Я пользуюсь программой Wirecast. У меня здесь тут целая видеостудия небольшая, в которой я все это настраиваю. То есть, я захватываю экран с помощью программы Wirecast. Это аналог программы OBS. Так, 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 что канал? Да, 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 да. Есть аудиоинтерфейс, вижу в сообщениях, но это очень круто, это уже достойно. Так, спасибо, спасибо большое за ваши комментарии. Поставьте десяточки, если вам было полезно. Вас благодарю за внимание и, собственно, давайте переходить, собственно, к нашей... Да, Wirecast, он доступен только на Mac, вот, поскольку я работаю на Mac, поэтому мне удобнее на нем работать. OBS доступен на любой платформе. Ну что, дорогие друзья, я рад вас приветствовать снова, тех, кто к нам присоединился. И сейчас мы поговорим про партнерскую программу компании Solar Group. И мы, на самом деле, довольно давно на этом рынке, мы уже три года занимаемся краудинвестингом, то есть, с 2017 года наши партнеры расположены более чем в двухсот странах. Одиннадцать, спасибо большое. Вот, более чем в двухсот странах мира и, соответственно, говорят более чем на двадцати языках. И мы нашу партнерскую программу и в целом наш продукт подготовили на все страны, на весь мир. И, собственно, по всему миру мы довольно успешно шагаем. И партнерская... Почему именно партнерская программа? Это такая форма делового сотрудничества между компанией и партнерами, где выгоду получают обе стороны. То есть, когда один плюс один равно одиннадцать. Компания не тратит лишние сумасшедшие деньги на тестирование рекламных гипотез. А, соответственно, партнеры понимают, за что они получают. Они делают результат и за него получают хорошее, достойное вознаграждение. Более достойное, чем в других компаниях за счет того, что мы не тратим лишний раз на маркетинг либо маркетинг. У нас тут есть филологи, интересно или нет. Если что, поставьте и поправьте меня в чате, как правильно. Соответственно, таким образом мы работаем. Работаем уже более трех лет. И хорошая новость в том, что партнером может стать совершенно любой клиент, который зарегистрирован в личном кабинете. Собственно, для этого, для того, чтобы стать партнером, нужно зайти, зарегистрироваться. И если вы хотите стать партнером, который зарабатывает, нужно подписать собственно договор, который находится в личном кабинете. Вот здесь все предельно просто. Договор на русском, на английском языке переведен, где находится и что за договор, покажу немножко дальше. Собственно, преимущество партнерской программы заключается в том, что вы можете работать из любой точки мира в любое совершенно удобное вам время. Мы подготовили со своей стороны все инструменты и материалы, чтобы вам максимально облегчить работу и сделать ее максимально профессиональной. И, собственно, у нас доход наших партнеров, он ничем не... Вот так. Нужно ставить луну везде, на всех устройствах. Так, Алексей Милованов, извини, пожалуйста, дорогой друг, отвечу чуть-чуть попозже. Вот. Собственно, пассивный доход. Все хотят пассивный доход. И мы его можем обеспечить. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, то у вас все получится. И пассивный доход может быть весьма солидным. Чуть дальше я покажу маркетинг-план. И, собственно, в рамках маркетинг-плана у нас есть следующие статусы. Статусы партнеров. Это партнер, специалист, мастер, эксперт и профессионал. Пять ключевых партнеров, ключевых статусов, которые вы можете получить, на которых можете находиться. Они отличаются по условиям, соответственно, они отличаются по тем деньгам, которые вы можете в том числе зарабатывать. Потому что мы предусмотрели именно многоуровневый маркетинг. в зависимости от того, чем от вашего статуса у вас глубже идет заработок от вашей системы, от вашей структуры. И это очень здорово. Особенно, если вы открываете новые страны, как наш партнер Билли Гульшан Кумар. Находясь в Индии, он открывал другую страну. И в одном из интервью, которое у нас есть также на канале, он поделился, какими критериями он руководствуется, чтобы выбрать страну, которую открыть, чтобы выбрать страну, которая точно выстрелит и сможет принести вам хороший, существенный доход. Итак, давайте пройдем по статусам. Статус партнер. Он представляется сразу после подписания партнерского договора. И в отношении вознаграждений здесь все предельно просто. 15% от первого уровня, 4% от второго, 2% от третьего и 1% от четвертого уровня. Соответственно, это проценты, которые вы получите от сумм, которые принесут инвесторы, которых вы пригласили. Инвесторы и партнеры. Для того, чтобы получить статус специалист, это следующий статус, партнеру необходимо уже личные инвестиции, лично инвестировать 250 долларов. И в первом уровне его структуры должно быть минимум 2 инвестора с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов. Соответственно, суммарно тогда от ячейки 450 долларов вашей и 15% от первого уровня, 5% уже, видите, больше от второго уровня, 4% от третьего, 2% от четвертого и 1% начинает начисляться с пятого уровня. То есть, представляете, какая глубина проработки структуры и с каждого вы будете зарабатывать свою сумму. давайте дальше. Для того, чтобы получить статус мастер, вам необходимо инвестировать уже 500 долларов. В первом уровне структуры у вас должно быть минимум 3 инвестора с объемом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Суммарно. С объемом личных инвестиций 200 долларов. То есть, суммарно 2000. Соответственно, тогда вы будете зарабатывать уже от до седьмого уровня. Вы сейчас видите все на слайде. Я не буду дублировать эту информацию. Давайте пойдем дальше. Если у вас возникает вопрос, вы, пожалуйста, пишите в чат. Я все вижу, все смотрю. И статус эксперт. Для того, чтобы его получить, вам необходимо инвестировать не менее полутора тысяч долларов личных инвестиций и уже иметь в своей структуре как минимум три партнера со статусом мастер. С объемом личных инвестиций не менее 500 долларов. Ну и собственно тогда общий объем инвестиций от вашей ячейки, от вашей структуры должен составить не менее 5000 долларов. Тогда вы будете уже зарабатывать по девятый уровень, как вы видите сейчас на слайде. От первого уровня 15, от второго уже 7, от третьего 5, 4% от четвертого уровня, 3, от пятого, 1% от шестого и 0,5 седьмого по девятый уровень структуры. Ну и самый топовый, самый интересный статус, это статус профессионал. Чтобы его получить, вам необходимо лично инвестировать уже 5000 долларов и иметь три партнера со статусом эксперт в вашей первой линии. Соответственно инвестиции от вашей ячейки должны составить 10 тысяч долларов и выше и тогда от первого уровня вы получаете уже 16%, 7% от второго, 5 от третьего, 4 от четвертого, 3 от пятого, 1% от шестого уровня, по 0,5% по 0,5% седьмого по девятый и 0,3% с десятого по двадцатый уровень структуры. Соответственно если вы открываете страны и намерены допустим открыть Буркина Фасо например или ЮАР ну кстати эти страны мы уже открыли но вместе с тем они очень перспективные и очень быстро растущие то имеет смысл целиться именно в этот статус и выстраивать свою структуру потому что именно так вы можете заработать максимум ну собственно в нашей партнерской программе существуют две ключевых особенности первое у нас нет ограничений по регистрации по первой линии то есть это не 1-2-3 это не бинар это может быть неограниченное количество людей и у нас отсутствует риск обгона структуры что позволяет создавать многотысячные команды как это делают многие из наших партнеров и для того чтобы стать партнером опять же повторюсь нужно зарегистрироваться в личном кабинете открыть раздел документы ознакомиться с партнерской программой с договором и собственно подписать его все предельно после этого перед вами откроется весь функционал нашего личного кабинета весь инструментарий партнеров а вот собственно здесь и маркетинговые материалы для работы и система статистики и система реферальных ссылок что самое важное самое главное наверное вот так же мы оказываем информационную поддержку в режиме реального времени более чем на 10 языках вот соответственно не только на русском но и на более чем 10 языках в режиме реального времени 24 на 7 вы можете направить вопросы и получить на них ответы вы можете позвонить написать написать в чат это очень удобно и также мы регулярно ведем образовательную работу как вот подобные воркшопы онлайн вебинары онлайн встречи к сожалению немножко скорректировали наши планы ковид и мы проводим меньше живых мероприятий но вместе с тем мы регулярно встречаемся онлайн и даем пользу нашим партнерам для удобства наших пользователей и наших партнеров личный кабинет переведен на 21 язык то есть вы можете подключить любого своего родственника либо знакомого где бы он ни находился в какой стране мира 21 язык дорогие друзья и давайте теперь наглядно познакомимся с функционалом личного кабинета это раздел партнером в разделе маркетинг вы видите собственно уровни вознаграждения партнера вы видите детально и можете понять какая мотивация на каком статусе доступна ниже в том же разделе отображается информация об условиях получения партнерского статуса и там условия довольно простые кстати как правило большинство партнеров уже на третий месяц активной работы получают статус эксперт а это дорого стоит в зависимости от выполненной квалификации партнер находится партнер получает сертификат который он может распечатать и повесить у себя в офисе либо показывать на айпаде либо показывать распечатать когда вы проводите живые встречи вот собственно это вызовет тоже больше доверия и будет для вас более удобно в том же разделе расположены все юридические документы в том числе этот самый договор партнера о котором я говорил который сделан на русском и на английском языке для удобства также в разделе партнером есть раздел реферальные ссылки там есть вкладка список ссылок и вот там как раз таки уже содержится ваш реферальный хвост ваша реферальная ссылка это может быть ссылка на лендинг для инвесторов для лендинг для партнеров а также это может быть например лендинг Для инженеров, если вы знакомы с какими-то талантливыми ребятами, у которых есть какой-нибудь проект, который может перевернуть мир, которые действительно что-то изобретают, и они преуспели в этом направлении, то вы можете отправить им эту ссылку на этот лендинг, и они подключатся, и тоже будут в вашей системе. И фишка в том, что если вы однажды отправили такую ссылку, то она сохраняется в куках компьютера вашего потенциального партнера, вашего клиента, и пока не придет новая ссылка с новым реферальным хвостом, ну, собственно, ничего не изменится, он будет под вами, словно говоря, когда подключится. Вот, если же кто-то вас опередит и отправит вам ему ссылку другую, то, соответственно, подключится уже он. Вот такая история. Поэтому действовать нужно быстро, и авторизацию через e-mail также проходить лучше быстро. Также в том же разделе во вкладке «Генерация ссылок» можно создать ссылку с более детальными настройками и отображением метрик для того, чтобы отслеживать свою эффективность, а также эффективность каналов, через которые вы продвигаетесь. Здесь можно, можете обратить внимание, здесь есть Индия-сайт и Индия-фейсбук. И если посмотреть по цифрам, Индия-сайт гораздо более результативна, потому что там были подключения, там были регистрации, там были внесения денег инвесторов, а по ссылке справа, как мы видим по статистике, были регистрации, но не было внесения денег, соответственно, это ничего не принесло. Поэтому генерировать таким образом ссылки, вы можете понимать, какие рекламные каналы ваши работают или партнерские каналы, а какие нет. Это очень важно. Также в разделе «Система аналитики» можно создать счетчик Facebook Pixel, Google Analytics, либо Яндекс.Метрика. Вот, соответственно, здесь, если у вас есть свой сайт, я вам рекомендую его создать для того, чтобы, ну, для вашего личного удобства. Вы можете, конечно, пользоваться нашими заранее подготовленными с реферальными ссылками, а можете создать свой в зависимости от того, как вам будет удобно. Дождь пошел за окном, странные шумы. И вот в этом отношении Яндекс.Метрика, это в большей степени он направлен на российские ресурсы, чтобы отслеживать российскую аудиторию. Google Analytics для того, чтобы отслеживать аудиторию по всему миру. Ну и Facebook Pixel для того, чтобы like-to-like инструменты задействовать. Но смысл в том, что люди, которые будут заходить на ваш сайт, в Facebook их будут отслеживать и понимать, что вот людей с такими интересами, с такого возраста, такого пола, с таким количеством детей, с таким доходом, им имеет смысл показывать вашу рекламу для того, чтобы они среагировали. Потому что они с более высокой вероятностью среагируют и, условно говоря, подключатся к вам, подключатся к проекту. Вот для этого нужно устанавливать все эти счетчики на свой сайт, на все свои ресурсы. Дальше. В подразделе «Зарегистрировать» расположена форма регистрации, благодаря которой вы можете самостоятельно зарегистрировать партнера. Туда вписать его имя, фамилию, телефон, e-mail и отправить ему ссылку для подтверждения регистрации по почте. Вот, соответственно, таким образом не он перейдет по ссылке, а вы его сразу зарегистрируете, ему нужно будет просто открыть почту и нажать «Подтвердить e-mail». Вот, и он попадет в вашу структуру. Этот функционал удобно использовать, когда вы проводите, например, живые встречи, либо встречи с людьми, которые недостаточно хорошо владеют компьютером, и им нужно в этом плане немножко помочь. Соответственно, вы таким образом поможете человеку подключиться и поможете ему в будущем больше зарабатывать и хорошо себя чувствовать. Дальше. В подразделе «Сделать подарок» доступна функция регистрации клиента с подарком 100 инвестиционных долей. Причем, если он подтвердит свой e-mail и подключится к программе, 100 инвестиционных долей получите как вы, так и он. Соответственно, подарок этот идет на двоих. Далее. В подразделе «Структура клиентов» отображается полный список зарегистрированных клиентов вами с ключевыми показателями, такими как контактные данные, это сумма покупок, это также наличие просрочек с покупленным пакетом, количество клиентов у них в структуре и так далее, дата их регистрации. То есть, все это можно фильтровать и в зависимости от этого выстраивать свою аналитику. Также в этом же разделе во вкладке «География» вы можете посмотреть разрез по структуре, по статусам партнеров и по географии. Таким образом, вы можете понять, какие страны и регионы у вас работают лучше, какие хуже. Это очень удобно, опять же, для аналитики. Также во вкладке «Статистика» этого же подраздела отображается общая информация о структуре, количестве зарегистрированных клиентов, зарегистрированных в вашей первой линии, сумма оплаченных покупок в структуре, сумма ожидаемых оплат в будущем, ну и также сумма полученного реферального вознаграждения. Вот, и сумма ожидаемого с учетом оплат по рассрочкам. То есть, так вы можете оценить свою эффективность и оценить, собственно, свой потенциал пассивного дохода. Далее, в разделе «Партнерский счет» во вкладке «Реферальное отчисление» партнер видит ежедневные и ежемесячные показатели своего дохода, разделенные на две части, где красным отображается вознаграждение по пакетам, оформленным ранее периода, а синим – вознаграждение по новым покупкам. Соответственно, вы можете анализировать свою эффективность, анализировать свой доход в личном кабинете с помощью этого функционала. Ну и, конечно же, вопрос, который интересует большинство наших партнеров – это как вывести реферальное вознаграждение. Здесь очень просто. Вы заходите во вкладочку, переходите «Партнерский счет», «Вывод средств» и выбираете. Это может быть банковский счет, это может быть электронный кошелек, это может быть криптокошелек. То есть, вариантов вывода очень много. И под формой отображается история заявок, чтобы вы могли ориентироваться. Во вкладке «Транзакции» того же подраздела вы получаете более детальную информацию о транзакциях по счету. То есть, ну, можете прям детально посмотреть. Вот. Также для того, чтобы, если у вас, например, есть семейный аккаунт, либо у вас структура, либо вы хотите подбодрить какого-то партнера, перечислив ему определенную сумму, есть вкладка «Перевод средств», благодаря которой вы можете перевести средства с основного счета партнерского другому клиенту компании, сделав ему таким образом приятный сюрприз. Также для того, чтобы вы могли эффективно работать с клиентами, отвечать на их вопросы, мы подготовили раздел «Помощь». Вот с левой стороны во вкладочке «О проекте» вы можете удобно структурировать, посмотреть удобно структурированную информацию о проекте двигателя Дуинова. И там есть вопрос-ответ на все самые ключевые вопросы, которые возникают. Все там есть. Вот. Также для удобства мы подготовили видеогид, где в видеоформате рассказываем тот же самый. Например, как залить деньги через биткоин, либо наоборот, как их оттуда вывести через него же, или через другие более удобные источники. В общем, видеоинструкция по использованию личного кабинета. То есть там все есть, все максимально детально мы для вас подготовили в видеоформате. Также давайте перейдем в раздел «Партнерам», в раздел «Материалы для работы». Здесь мы прям хорошо и сильно заморочились. Да-да-да, кипарис на море только зашел на вторую часть. Да, к сожалению, у нас были проблемы с интернетом и со светом. Нас выключили свет, пока восстановился интернет. А в ютюбе, я обращаю ваше внимание, есть там такая вкладочка. Если прерывается поток, завершать трансляцию и, ну, собственно, в финале трансляцию. Вот если у вас эта галочка включена, то при прерывании потока у вас оборвется эфир. Если у вас галочка эта не включена, то тогда при прерывании потока у вас эфир продолжится, как только восстановится интернет, если вы будете вещать по этому ключу. Вот такая маленькая ремарка для тех, кто делает прямые эфиры. Это важно. Находится это также в творческой студии. Вот, собственно, в разделе партнеров, в разделе материалов для работы мы вложили спикер-кит, который переведен на ключевые языки. Вот, и также мы туда разместили материалы с презентацией проекта двигателя Дуюнова. Вот, они также переведены на несколько языков, и вы их можете использовать на вебинарах, в прямых эфирах, отправлять их вашим друзьям, родственникам в других странах и так далее. Вот, соответственно, пользуйтесь этим. Мы очень постарались, чтобы сделать их качественными, мы их регулярно обновляем. Также во вкладке протокола испытаний мы добавили материалы, которые вы можете распечатать, показать, чтобы люди могли убедиться, что наша технология, наша технология славянка, она действительно эффективна, и вы можете наглядным образом это продемонстрировать. Также во вкладке промо-материалы двигателя Дуюнова мы создали макеты фирменной атрибутики. Мы их разместили для того, чтобы вы, находясь где-нибудь в Иркутске, в Тюмени, в каком-нибудь далеком городе, вы могли просто скачать эти материалы, пойти в ближайшую типографию, распечатать и провести живое мероприятие, например. Это очень удобно и это самый функциональный вариант, который мы открыли при работе с другими городами и другими странами. Естественно, они тоже все переведены на языки. Дальше вкладочка «События», и там под вкладкой «Вебинары». Собственно, мы проводим вебинары более чем на 10 языках, и график этих вебинаров вы можете видеть с левой стороны во вкладке «Вебинары». Если вам нужно получить информацию о проекте, если вам нужно, сами вы еще полностью не можете провести презентацию, гораздо разумнее пригласить человека на вебинар, чтобы он из первых уст посмотрел презентацию о проекте, понял, о чем речь, и дальше уже необходимые вопросы по подключению задал вам. Все ссылки на все вебинары, как обучающие, как сегодняшний воркшоп, так и вебинары о проекте, они все доступны вот в этой вкладочке. Помимо вебинаров у нас доступны встречи, и, собственно, на регулярной основе проходят конференции в оффлайн-формате. Сейчас, конечно, немножко в сжатом, но вместе с тем. И все эти встречи вы также можете видеть во вкладке «Встречи». И если вы находитесь в каком-то городе, в какой-то стране, где проходит встреча, вы можете к ней смело присоединяться. Ну и в целом, все самые актуальные новости проекта «Двигатели Дунова», они все находятся во вкладке «Новости», где вы можете с ними ознакомиться. И, соответственно, не только ознакомиться, но внизу там есть кнопочка «Репост». И когда вы нажимаете «Репост», это будет репост с вашей реферальной ссылкой, что очень удобно. Соответственно, люди, когда кликнутся на эту новость, они ее прочитают, но у них уже останутся cookies с вашей реферальной ссылкой. И когда они будут подключаться, они уже подключатся по ней и будут в вашей структуре. Вот такие вот, дорогие друзья, дела. И очень важный раздел «Социальные сети». Здесь мы собрали ссылки на все свои группы. Точно так же мы собрали ссылки на все наши мессенджеры, группы и каналы в мессенджерах. Поэтому подключайтесь, будьте в информационном потоке и используйте эти данные, потому что наша служба, пиар-служба тратит огромное усилие для того, чтобы генерировать этот контент, переводить его, чтобы он был качественным, чтобы он был актуальным, и чтобы вот этот период актуализации был максимально коротким, то есть максимально быстро постите новость, чтобы вы могли развивать ваш проект, ваш бизнес более эффективно и быстро в режиме реального времени. Поэтому подписывайтесь на все социальные сети, включайтесь во все наши каналы, ведь, как говорил Натан Ротшильд, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот, поэтому, друзья, включайтесь. Я вас приветствую в нашем международном бизнес-сообществе. Я буду рад видеть вас в качестве партнеров. И если у вас возникают какие-либо вопросы, вы можете смело писать мне в личку, я с удовольствием на них отвечу. Если у вас есть вопросы, можете написать сейчас чат, я также на них отвечу. Ну, а в целом, у меня на сегодня все. Я рад, что вы были в воркшопе, что вы получили пользу. Еще раз напомню, мы сегодня говорили о том, как делать рестриумы в все социальные сети, то есть в YouTube, Facebook, ВКонтакте и в Instagram. И как пользоваться Live Studio. Это функционал, который заменяет OBS, заменяет Zoom. Ну, фактически он заменяет все программы, которые у вас должны стоять на компьютере. Вы просто открываете браузер и просто его используете. Ну что, дорогие друзья, на этом у меня все. Я вижу, что вопросов нет. Поставьте от 1 до 10, насколько вам было сегодня полезно. Где 10, это полезно, а единичка не очень. И встретимся через 2 недели, также в среду в 5 часов на воркшопе. Мы поговорим о том, как делать красивые заставки на YouTube, как делать это бесплатно, как делать это оплатно с помощью крутых приложений. В общем, как это делать профессионально, чтобы ваши просмотры увеличивались. Потому что, когда человек видит в ленте на YouTube, ну и в целом посты, то есть мы поговорим в целом о том, как делать графику, с помощью онлайн-сервисов и с помощью оффлайн. Когда видят профессионально подготовленную картинку, человек с большей вероятностью на нее кликнет, чем это будет серая, блеклая, с плохим шрифтом или вообще без него. Так, Кипарисминаморя 10, Сергей Шевченко 10. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. Я рад быть вам полезен. Увидимся через 2 недели.